Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужна помощь в страхе перед собеседованием и новыми начинаниями. Десять лет назад, по счету вы, я пережила тяжелый развод, когда я ушла от мужа с рана на съемное жилье. Запас денег был, но он быстро закончился, а за два месяца работы по специальности мне так и не удалось найти. Когда деньги закончились, на очередном собеседовании мне отказывали, я понимал, что мне не платить за жилье, у меня начиналась паническая атака. С тех пор, прошло много лет, я потом уехал жить к сестре в другой город, пошла в другую сферу деятельности, очень успешно. Сейчас все изменилось, кажется, что моей жизни ничего не угрожает, даже если мне снова откажут. Но ожидание собеседования по специальности, хочу снова вернуться в профессию мучительную. Я не могу до нормальных готовиться прямо через панику и слезы. Также я очень боюсь вновь, чего раньше не было. Хочу найти психолога, коучи, которые смогут мне помочь, я понимаю, что сама не справлюсь, ведь у этого страха нет, ни логики, ни убеждений не помогают. Столько времени прошло, и до сих пор аукает. Также до сих пор для меня мучительно болезненные любые инсинуации со съемом жилья недвижимости, и зато даже при своей скорости с покупкой недвижимости любые проблемы с сарендодателем вызывают панику, слезы, большие страдания. Погружение, боевоспоминания отношений с бывшим не так замечательно, на одном таком сеансе вызвали у меня температуру и тахикардию, поэтому специалисты психоанализа с погружением в прошлое, наверное, мне не помогут, нужны другие техники. По ответам хочу выбрать себе подходящего. Ну, на мой взгляд, вы описываете травму достаточно серьезную, достаточно острую, я бы сказал, и с физиологическими достаточно такими серьезными, яркими проявлениями, вот. Поэтому, как бы, вполне возможно, что вам имело бы смысл подумать о именно работе не с психологом, да, а именно с клиническим психологом, где могли бы применяться препараты, вот, ну, препараты медицинские, вот. То есть, соответственно, с врачом, чтобы, если что, можно было бы, ну, чтобы нивелировать вот эти вот проявления, которые, безусловно, являются нежелательными и опасными для вашей жизни, с одной стороны. С другой, с другой стороны, вот, что, в целом, хочется сказать, с другой стороны? С другой стороны, наверное, хочется сказать вам, что, то, что вы описываете, и историю про вашего мужа, да, про то, что вы ушли, значит, от мужа тирана, вот, ушли, искали новую работу, у вас не получалось, у вас была паника, паника связана также по факту, что у вас с жильем. Мне кажется, что в некоторой степени это связано, может быть связано с целым, друг с другом. И, несмотря на то, что, как вы говорите, вам болезненно и мучительно погружаться в воспоминания об отношениях с мужем, мне кажется, что, если вы хотите решить, ну, вот, за страха, то, на мой взгляд, погружаться в эти воспоминания необходимы, потому что как-то вы в них оказались, я не думаю, что оказались вы в них случайно-в случайно, честно говоря. То есть я думаю, что у этого были причины, и причины, на мой взгляд, серьезные. Дело в том, что люди, попадающие, вот, как вы описываете, во власть тиранов, вот, люди, попадающие во власть тиранов, это касается не только женщин, это касается и, ну, мужчины, то мужчин тоже, вот, значит, попадают, как бы, не случайно подобные отношения, вот, на мой взгляд, это связано с тем, что человек всегда в какой-то степени боится с одной стороны оказаться один, боится остаться один, с одной стороны, вот, а с другой стороны человек в какой-то степени, не уверен в себе, ему, ну, ему, ему, на самом деле может казаться, что, вот, без другого человека он, а, там, ну, пропадет, там, и так далее, да, то есть, ну, будет, вот, а, какой-то плохой, да, какой-то, какой-то вот не такой, и так далее, вот, то есть, это всегда такой вот внутренний конфликт. И, соответственно, соответственно, вы, вот, ну, на мой взгляд, да, я думаю, по крайней мере, надеюсь, что согласитесь со мной, вы боитесь того, чего вы боитесь, что я просто так, как-то назывался, это как-то характеризует, плюс, а, плюс, а, по-видимому, а, связано с некоторым ощущением болезни, что, возможно, если вы боялись, а, допустим, своего мужа, вот, то здесь, а, как бы, может быть, а, похоже на достаточную историю, нет, то есть, когда, оказывается, в, подобной ситуации, вы можете испытывать тоже страх предмужем, вот, то есть, по факту, основания для вашего страха лежат в природе и отношения с мужем, и, и мне кажется, что, когда, а, 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 для вас не будет, а, мучительно, а, а, для вас не будут, не будут мучительно, а, а, воспоминания, переживания, связанные с вашим мужем, когда для вас не будет это мучительно, вот тогда, на мой взгляд, а, вы, э, предстанете бояться того, что, э, э, насчет, ну, того, что вы описываете сейчас, то есть, тогда вы не будете бояться, ну, собеседований и вопрос, вопросов, связанных с покупкой жилья, вот, то есть, это вот, э, то, ну, вот, то, что вы описываете, да, это, э, как мне кажется, такой, э, э, страх, э, остаться без поддержки, вот, ну, как мне кажется, я не буду здесь, э, э, говорить, э, со стопроцентной уверенностью, конечно, могу ошибаться, тем не менее, тем не менее, вот, ну, соответственно, защищаю, э, э, эти призывания, не выражая их, не, проговаривая их, э, не, э, не, э, как бы, прошивая их, э, вы будете, э, по большому счету, блокировать свои данные с развития, вот, поэтому, да, э, безусловно, вам, э, тяжело, вам больно, э, э, хочется слегка, но, это те самые ваши неплохие воспоминания, которые сейчас дают особенность, вот, и, собственно, именно, э, с ними, ну, и на работе, вот. Другое дело, что, может быть, э, именно, э, взгляд, э, э, психоаналитика, может быть, вам не подходит, да, то есть, как, вот, это, вполне может быть, такая история, но, то, что, э, это на вас влияет, то есть, это требует определенного, определенного воздействия, определенной проработки этого, это факт, вот, поэтому, здесь история, вот, ну, достаточно, она одна из нас, так скажем. Вот, это, вот, то, что касается, может, ну, то, что касается, вот, вашей ситуации в целом, вот, вот, э, значит, вы говорите, вы сказали, о том, что он, э, вот, смертельно боится, а чего вы боитесь-то, то есть, вот, вы боитесь на улице остаться, вы боитесь всего. Вот, просто, очень, э, похоже на то, что вы боитесь, э, беспомощности, вот, очень, как-то, вот, похоже, э, знаете, на, на данный момент, вот, э, как, вот, мне кажется, похоже, вот, на то, что вы боитесь, э, оказаться, или почувствовать себя беспомощно, вот, и, если это так, если это правда, то, вот, с этой историей вам, э, все, ну, грубо говоря, э, с принятием, к какой-то степени, э, своей беспомощности, вам необходимо и взаимодействовать, вот, э, сейчас вы этого, э, сейчас вы этого избегаете, э, вот, э, ну, всеми силами, сейчас вы всеми силами избегаете, в этом направлении, как мне кажется, э, ну, э, ну вот, на данный момент. И, соответственно, э, э, перестав бороться с возможной беспомощностью, перестав бороться с ним, он станет, как мне кажется, значительно легче. По крайней мере, я уверен, что вы сможете делать какие-то шаги вперед. Что касается того, чтобы вы хотите вернуться в процесс и так далее, вообще здесь, на мой взгляд, интересный момент. Интересный момент, который, интересный момент, чем, ну в первую очередь, чем интересный момент, да, интересный момент, как мне кажется, в первую очередь, тем, тем, работа ли вы хотите, работать. То есть, ну вот, как бы, действительно ли вы хотите, вот, именно работать? Действительно ли вы хотите вернуться в профессию? в первую очередь. Потому что, вполне может быть такая ситуация, вполне может быть, эм, такая история, что вы, эээ, ну, вот, в действительности, эээ, хотите, например, эээ, ну, допустим, доказать, ээээ, вот, что вы, там, ну, что вы, эээ, сильная, что вы можете, грубо говоря, эээ, справиться без него и, вот, что-то, что-то работало мне, собственно говоря, вообще не знал, вот, потому что, вполне может быть, что не в работе вообще делал, вот, ну, и то самое касается и, ээээ, ээээ, опций, операций, с, ээээ, невидимостом, вот, в тех данных, о которых вы можете говорить. Ээээ, дальше? Дальше. Ээээ, мне кажется, что вам, если, эээ, вот, сопоставьте ваше, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ за своего мужа, вот, а если сопоставить эти вещи, значит, с тем, с чего вы хотите сейчас, вот, что будет, наверное, достаточно серьезная разница, как вы думаете. Мне кажется, что будет достаточно серьезная разница между этими двумя, так скажем, приоритетами. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это не случайно. То есть, не случайно у вас, ну, может быть, несколько, у вас будет такое различие, потому что вы сейчас ушли в отказ, в обратную сторону, в противовес. Человеческий организм, человеческая психика устроена так, что мы боимся, как правило, мы боимся того, чего хотим. Вот. И вполне одно, что где-то в глубине души вы хотите снова быть, вот, в такой ситуации, где вы находитесь в позиции такой жертвы, да, как вы находились с мужем, с твоим, вот. И, конечно, вам крайне сложно с этим будет согласиться, вот, потому что вы, скорее всего, будете утверждать, что это неправда, может быть, что это не так. Вот. Я вам, в принципе, верю, но ваше чувство, ваши чувства, ваши эмоции, они говорят немножечко под руку. И мне кажется, что вот эта вот ситуация, она, при которой вы к себе, к себе самой, так скажем, невнимательная, да, или требуете от себя быть какой-то. Вот. Вот эта ситуация, она требует тоже, на мой взгляд, ну, корректировки. Вот. Ну, понятно, да, корректировка. Наши корректировки. Вот. То есть тут все достаточно взаимосвязано. Вот. Ну, это не быстро, то есть работа со страхом. Это процесс, который довольно часто протыкает вообще без каких-то видимых изменений. Вот. Поэтому, как бы, вам нужно, вот, в данном, данном случае, спросить себя, вот, как вы, к, ну, к такой вот перспективе, так скажем, относится, да, потому что, ну, какого результата, и, как вот, ну, вообще, вот, вы, как бы, скоро, ждете результат, потому что, я бы здесь не говорил об этом каком-то результате, тем более, что, 10 лет у вас это и, а, если результат будет, он будет, а, по-земножку, вот, а, может даже вообще незаметно, а, в первое время, ну, он будет, а, так скажем, а, устойчив. Вот. Поэтому, выбирайте, решайте, думайте о третьем. А, вот. Ну, а, старайтесь оставаться, ну, оставаться, ну, вот, с реальностью в контакте, да, вот, и то, что вы говорите, что, там, психоаналитики не помогут, погружения там не помогут, это уже, вот, такая вот, ну, в какой-то степени, переуборчивость, да, вот. Прям что, я понимаю, что вы беспокоитесь о себе, это нормально, вот, но, тем не менее, это можно рассматривать как элемент такого, знаете, сопротивления, вот, я бы, я бы так это сказал, я бы так это сказал, вот. Вот. А, еще у любого состояния есть, а, вторичная выгода, вот, есть вторичная выгода, совершенно точно. И у вашего состояния, вот, поэтому было бы здорово, если бы вы подумали, что вы вот такого получаете, а, благодаря данной ситуации, при всех ее негативных, а, так скажем, проявлениях, вот, что вы можете получать для себя, а, позитивного. Вот. А, это, на мой взгляд, очень, такой, важный момент, потому что, а, вторичная выгода, очень важная вещь, она плотно завязана на удовлетворении потребностей человека. И, соответственно, пока потребность не будет удовлетворена, вот, вы будете возвращаться снова-снова, снова и снова к этому состоянию, вот. Это, ну, не хорошо, не плохо, это просто факт, в данном случае, вот. Какой-то такой ответ, в принципе, можно было бы вам дать, с точки зрения, психологии, с точки зрения, психотерапии, вот, и так далее. Хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам всего самого доброго, хочется пожелать вам найти и своего специалисту, которому бы вы смогли бы довериться, вот, и который бы смог, так скажем, вам оказать необходимую помощь в решении ваших проблем. Вот. Ну, а я, в свою очередь, в том, что я, в этом, разуме, в то, что я, в том числе, это было, и когда вы были вычислены, что я не был в этом, что я еще не был, что я был в первом месте, я touched, я irritated вам чуть-чего на мой мастерской область и, по-русски, вот, это было очень, так, что, чтобы это было, и когда вы Scratch, Необязательно мне прямо что-то отправлять, да, то есть, ну, необязательно писать, прямо мне этого делать необязательно, но вы можете просто вот сами для себя, так скажем, сформулировать вот некоторые аспекты, вот, и это вам могло бы оказать очень серьезную помощь, вот, все на этом удачи, всего вам самого доброго, обращайтесь за помощью.